Уже тут выпадание начинается. Не то, что высыхание. Уже 4 года она стоит в таком. Озеро Горькое, Новичихинский район, протянулось внутри сосновой ленты на 30 с лишним километров. Уникальная вода, уникальная флора и фауна. В 2014 году территории придали статус особо охраняемой, памятника природы. Любая хоздеятельность, а также охота, рыбалка, рубка леса здесь запрещены по закону. А по факту? Вот еще в ноябре прошлого года здесь на особо охраняемой природной территории стоял домик рыбаков. Делом занялась прокуратура. Общественники постановились снести этот домик. Его убрали, конечно, но мусор по-прежнему здесь. Да и судя по костровищу, довольно свежему, никто здесь незаконно отдыхать не прекратил. Рядом так называемая вымочка. Подтопленный лес превращается в сухостой. Владимир Овчинников, сотрудник лесной компании, говорит, пытались оформить этот и подобные участки под санитарную вырубку. Власти не разрешили. Теперь здесь орудуют черные лесорубы, прикрываясь законом о валежнике. Они берут фотоаппарат, телефон, фотографируют сломанные деревья и везут эту древесину. Их останавливают. Они покажут, а вот мы спилили по закону. Сломанная, отделенная от корня, которую мы имеем право забирать. Вот. И все. И у них проблем с этим не возникает. Сейчас это модно так стало. Но при этом дерево на снимке другое. Дерево на снимке другое, естественно. Огромное количество веток, мусора. Все это будет поражено вредителям. И эти вредители с удовольствием распространятся на окружающий пока еще здоровый лес. Официальный лесопользователь же по закону весь этот мусор должен был бы убрать. И на этой земле однажды вырос бы новый здоровый лес. Александр Дмитриев – общественник. Защитники природы его не очень любят. Он уже заработал имидж противника особо охраняемых территорий. Говорят, мол, ему все бы пустить под топор. Дмитриев уточняет – он сторонник разумного подхода. И не согласен с тем, как обстоят дела со многими ООПТ в крае. Они брошены на произвол судьбы. А, нет средств на содержание, нет компетентных органов, достаточного количества охраны. И фактически это доступ черных лесорубов, черных браконьеров. Если арендатор лесных участков по закону пилит рубками ухода, например, одну сосну, браконьеры вырубают три. Он уверен, если пустить сюда арендатора, он будет законно пилить лес и пускать выручку на охрану порядка, на защиту леса. Продолжаем путь вокруг озера и проезжаем через арендованный лес. Чисто нет мусора, а местами свежий сосновый подрост. Снова попадаем на территорию особо охраняемой территории и тут же натыкаемся на рыбачий домик, которого здесь быть по закону не должно. Более того, человек же еще и ловит рыбу. Мы не будем говорить, наверное, местные жители могут это делать. Но вопрос в другом. Ну, какой это памятник природы? Нам прошлый год человек говорил, что мне хозяина, кто у него хозяин, мы не знаем. Он сказал, что хвост тебе, хвост мне и лови, сколько хочешь. Стой, как он ловит. В Алтайском крае сегодня более ста особо охраняемых территорий. В планах создать еще больше. В то же время даже в Минприроды не скрывают, людей для охраны, патрулирования этих земель не хватает. Будет ли увеличено количество егерей? Планируется ли усилить охрану охраняемых территорий? Мы сделали запрос в региональное Министерство природных ресурсов и ждем ответа. А между тем назревает и другая проблема – пожары. На днях на том же озере Горькое у села Поломошное загорелся участок леса. Местные жители рассказали, чудом не загорелась деревня рядом. Как нам рассказали представители Алтай-Лес, этот участник плотно растущий, заросший, неудобный для тушения. И таких пожароопасных участков, которыми никто не занимается, расположенных рядом с населенными пунктами, в крае довольно много. Илья Кочетков, Александр Антропов. День с толком.